Ребят, всем привет! Это Андрей Гавриков и это очередные записки нумизмата. У меня очень часто спрашивают, где, как я храню свою коллекцию монет. Ну вот, собственно говоря, хотел показать те форматы, которые я использую для того, чтобы свою коллекцию поддерживать в хорошем состоянии. Ну, давайте, наверное, начну с поездок. Когда я катаюсь где-то по загранице, я с собой вожу такой перевозной маленький альбомчик, куда складываю интересную ходячку, которая мне попадается по пути, которую потом можно выгодно поменять с коллегами на сайте Ucoin. Вот это вот с последней поездки по странам Benelux, различные евровые монетки. Следующий момент, да, соответственно, ну, какие-то монеты я покупаю в альбомах, центробанках. Вот, например, как в Белграде, в Сербии я купил там почти все годовые наборы, которые у них были, да, и, соответственно, как бы, ну, распаковывать, перетаскивать эти наборы в альбомы я ни в коем случае не собираюсь. Они так хорошо хранятся и сохраняют свое качество. Бывают исключения, вот, например, с набором монет Люксембурга 91-го года мне пришлось перенести их в холдеры, потому что альбом рассохся, и монеты оттуда достались и испортились. Да, но портить вот эту красоту и снижать стоимость наборов монет совершенно, конечно, бы не хотелось. Вот тоже тот пример набора монет, которые куплены мы в Брунейде Русалами были. Совершенно в отличном состоянии, и стоимость хороша именно за счет того, что это набор. Но он в ходячке так и не продавался, конечно же, этот набор. Так, про обменный фон давайте я расскажу. То есть у меня шесть вот таких вот коробок, которые купил для мелочей все время. Наклеил здесь, видите, Азия. И сбоку у меня есть наклейка, что это Азия. Вот здесь я по ячейкам раскладываю монеты разных стран для обменного фонда. Использую, как здесь видите, здесь у нас Таиланд 18-го года, здесь Непал какой-то, здесь вот Эмираты, Гонконг, Малая, вот, ну и куча-куча-куча всяких разных других монет. То есть вот по ячейкам я раскладываю по городам. У меня шесть таких коробок с разными монетами под обмен исключительно. То есть вот обменный фонд я храню именно в таком формате. Так, что касается того, как я хранил монеты до этого и то, чего я сейчас избавляюсь. Смотрите. Ну, большинство монет я с 2015 года коллекционируют в таких альбомах, в обычных пластиковых листах. И я стал замечать, что многие монеты, к сожалению, портятся, теряют свой блеск, особенно Азия. Но, как видите, здесь куча пустых ячеек. Часть монет мне уже удалось перенести. Я вот переношу. У меня осталось буквально несколько альбомов, где-то, наверное, там может быть по тысячу-полторы монет, которые надо будет перенести в холдер наконец-таки до конца. Этим я сейчас активно занимаюсь. То есть вот такой альбом стоит, по-моему, рублей 250-300 в магазине всякими разными школьными канцелярскими принадлежностями. Отдельно покупаются к ним такие листы. Листы стоят что-то рублей, там, наверное, если не ошибаюсь, рублей по 15-20 за каждый лист, что ли. Вот. Но достаточно портятся монетки в них. Есть какие-то качественные вроде бы листы, в которых монеты не портятся. Я честно скажу, что у меня лежали монеты лет, наверное, 15, там, с начала 90-х, середины 90-х, в старых каких-то советских альбомах, с вытягивающимися ячейками, которые вставляются внутрь, и монеты в них не потемнели, не почернели. Но, как только я перенес вот эти современные листы, современный альбом, они начали темнеть. Поэтому года полтора назад мной было принято решение, не без совета моих замечательных друзей-нумизматов о том, что надо переходить в холдеры. То есть перетаскивать монеты в холдеры. Кладем монетку, снимаем защитный слой и склеиваем. И хранить эти монеты непосредственно в специализированных альбомах для этого, да. То есть вот такие вот листы под холдеры отдельно идут. Стоимость листов, это вот российского производства, как их называют, вонючие листы. Пахнут они пластиком так. Я не знаю, мне нравится, может я какой-то извращенец. Вот, но мне нравится, как пахнут эти листы. И в один такой лист вставляется 20 холдеров. Стоимость такого листа 40 рублей. В городе Хобби можно найти листы подешевле в интернете, с закругленными концами, но мне они не очень нравятся внешне, как выглядят. Поэтому я вот стараюсь покупать только вот эти вот. Ну и альбом. Альбом под все это дело. Я использую альбом Electrum. Стоимость одного такого альбома формата Grande очень неудобно доставать одной рукой. И одной рукой держать камеру. Да, стоимость одного такого альбома с искусственной кожей 2200 рублей. И вот в него влазит, собственно говоря, порядка 20-23 листов. Можно и больше впихнуть. Но ваш вот этот вот шубер, он по-моему называется, он распирается и плохо выглядит потом. Вот, но монетки хранятся вот в таком отличном виде. В таком отличном состоянии. Не портятся. Я, как видите, их еще не подписывал. Не подписывал пока эти монеты. Я этим заниматься, конечно же, буду. Вот, но я жду момент, когда я упакую всю коллекцию и буду искать, как это автоматизировать. Потому что я, ребят, хочу сделать стикеры, подхолдеры, чтобы печатать на принтере, чтобы было написано страна, год, номер Покрауза и редкость. Там редкая монета или нередкая. Да, то есть, чтобы я-то свои монеты практически все в глаза знаю и по странам легко достаточно ориентируюсь. А вот, конечно, когда это все добро перейдет детям и так далее, им будет сложнее. Поэтому надо о них, наверное, позаботиться на будущее. Ну и еще один формат хранения монет, который я использую. Это вы уже, наверное, видели. Это альбомы компании Коллекционер. Да, альбомы компании Коллекционер. У меня есть такие альбомы по юбилейным монетам 2 евро. У меня есть такой альбом по монетам Таиланда. И еще я буду покупать такой альбом под юбилейку США 100%. Ну, возможно, под страны Югославии, которые Югославии, которые странно в нее входили. Пока не знаю, пока не уверен. Вот недавно купил отдельный лист. Вкручиваем сюда. То есть, особенность этих альбомов в том, что у них, как видите, название монетки подписано. Какой год, какая страна, в честь чего это сделано. И вот выходят дополнительные листы. Вот вышли монеты за 2017 и 2018 год. Они сделали лист, выпустили. За 2018 год пока еще здесь не вся юбилейка 2 евро, как вы видите. То есть, должны выпустить еще отдельный лист. По идее, даже в этом году. Потому что монеты за конец 2017 года и 2018 мы получили, по сути, в 2019. Но ничего, мне нравится тот формат, как эти монетки здесь выглядят. Как выглядит вся вот эта вот коллекция. Очень красиво получается. Ты смотришь с описанием. Очень все подробно, интересно и приятно. Приятно наблюдать. Но, конечно, по всем сторонам я так разносить не хочу. У меня есть там разные спорные моменты по той сортировке, которую используют коллеги из компании коллекционер. То есть, есть какие-то вещи, с которыми, может быть, немного не согласен. И иметь какую-нибудь дырку незаполненную монету или монету, которую надо складывать отдельно, мне бы не хотелось. Поэтому я уж выбираю только те страны, которые у нас совпадают точкой зрения на то, как должна эта коллекция выглядеть. В общем, как-то так. Так, вкратце показал вам свои способы формата хранения монет. То, что было раньше. То, как я храню обменный фонд. То, как я храню свою основную коллекцию. Надеюсь, это было интересно, полезно. Пишите ваши комментарии, как храните монеты вы, в чем, что вы используете. Как-то так. Все, ребят, всем спасибо. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Удачи. Пополнение ваших коллекций интересными, красивыми монетами. Пока-пока. ПОДПИСЫВАЮТСЯ